Продолжение следует... ...про танцевальный спорт и наших спортсменов поговорим с гостями. Сегодня в студии Валентин Яценко, президент Союза танцевального спорта Красноярского края. И Алексей Худяков, вице-президент под дисциплиной брейкинг. Насколько я понимаю, вы только что вернулись с чемпионата Сибирского федерального округа. Правильно назвались соревнования? Да, правильно. Как успехи? Ну, я считаю, что у нас очень хорошие результаты. Мы, так скажем, заняли общее командное первое место по дисциплине брейкинг. Второе место общекомандное по медальному зачету по дисциплине танцевальный спорт по латиноамериканской и европейской программе. Я считаю, что мы достойно представили Красноярский край. То есть мы теперь на самом деле с вами сегодня разговариваем про то, что есть, давно уже официально признан во всем мире и становится элементом олимпийской программы танцевальный спорт. Ну, скажем, что танцевальный спорт как вид спорта признан давно, больше 20 лет. Но вот впервые один из видов танцевального спорта брейкинг принят олимпийским комитетом как показательный вид спорта и будет представлен на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Но уже прошли, так скажем, юношеские Олимпийские игры, где спортсмен из России занял первое место. То есть уже начало, так скажем, Олимпийского движения. Какие предпосылки, надежды, связанные с Олимпиадой Парижской с точки зрения участия, может быть, победы или каких-то результатов заметных в брейкинге? Спасибо за вопрос. Значит, смотрите, что касается у нас Красноярского края непосредственно. Значит, у нас на сегодняшний день один из участников нашего клуба Красноярского, он в прошлом году стал чемпионом Европы в составе сборной России. То есть Евгений Перушкин есть у нас такой знаменитый танцор, Чиерита, ник у него. Мы же все под никами существуем, имена, фамилии друг друга узнали, наверное, когда вошли в большую спортивную семью. А в бальной программе, в бальных танцах есть ники у спортсменов? Нет, нет. За кулитами, почти насильно соединили. Была очень смешная ситуация, когда два года мы признали их как видом спорта и объединили нас. И я первый раз, когда пришел знакомиться, так скажем, с танцорами нашими по брейкингу, и когда сказался там, скажем, речи, попросил, чтобы они представились, они вставали и все время ники говорили. Было очень, я говорю, ну давайте, что вы теперь уже танцевальный спорт и вспомним, что у нас есть фамилия и имя. Потому что у спортсменов нету ников, должны быть фамилия и имя, и вы будете представлять страну рано или поздно. Поэтому, ну, у них вот немножко... Ну и как сообщество такое достаточно раскованное, свободное относится к тому, что теперь это официальный спорт? Может быть, это наоборот спорт может немного видоизмениться, ну, с точки зрения социальной позиции? Я думаю, что раньше же были горные лыжи, и сноуборд был как некая такая своя культура, свои позиции, они по нужному спорту, да, они не относились, типа тоже уличная такая культура там. Ну, в конце концов, мы их также признали как видом спорта олимпийским, у них своя сейчас программа, и ники исчезли, появились фамилии и имена. Ну, некий в любом случае существует за кулисой, я на предыдущий вопрос ответил, посмотрите. Есть у нас, значит, чемпион Европы прошлого года в составе сборной России, есть у нас минимум три школы в Красноярском крае, клубы, клубы, это тоже мы, кстати, привыкли, да, не команды по брейку, а именно клубы по брейкингу. Есть хороших три клуба, у нас здесь в Красноярске, и в Ачинске один клуб замечательный есть. Вот, ребята сейчас заняли на чемпионате первенства СФО золотые медали в очередной раз взяли, на следующий день были всероссийские, там ребята вторые места позанимали. То есть, если вы спрашиваете, то есть, оценку, какая перспектива у красноярских танцоров попасть все-таки в основной в состав сборной России и попасть на Олимпиаду, то у Красноярского края очень хорошие шансы. То есть, ну, во-первых, результаты с ФОО второй год показывает, что все-таки у Красноярского края первое место в общей командном зачете, и на всероссийских соревнованиях наши танцоры тоже хорошо выступают. Ну, то есть, все-таки мы ставим задачу, ну, не то, что ставим задачу, мы настраиваемся на то, что наши спортсмены окажутся в сборной России. Насколько будет серьезная претензия, претензия там на медали, или вот мы не про медали, на самом деле. Нет, подождите, я, наверное, немножко как бы тут максимально задам планку, да, и воспользуясь случаем, скажу, то есть, вот эти Олимпийские ворота, которые возле арены Север стоят, то есть, там, в 24-м или 28-м году, ну, лично мое желание нашего сообщества, чтобы там, к каждому, копия медали Олимпийской появилась по брейкингу, Красноярская, неважно, какого достоинства, бронза, серебро или золото, она должна там появиться. Есть и культивируется в Красноярске тезис о том, что мы спортивный регион, мне нравится эта история, и мы ее каждый раз подтверждаем или стараемся подтвердить, и много там сборников сейчас в Пекине выступает из Красноярска, это очень хорошо. Теперь просто мы говорим о том, что и к танцам, ну, к вот этим видам танцев, мы тоже относимся как к сборту. То есть, конечно, там, родители, отдавая ребенка, я не знаю, в какой-то клуб танцевальный, они должны понимать, что есть клубы, которые могут приготовить из вашего малыша спортсмена Олимпийца. Олимпийца. Да, именно Олимпийца. Почему? Не потому, что хочется там какие-то меркантильные цели преследовать, это в последнюю очередь. Просто нужно понимать, что люди, которые сегодня в танцевальном спорте, в брейкинге, этим занимаются, тренеры в первую очередь, они занимаются, либо сами занимались, либо сейчас уже больше 20 лет своей жизни отдали. Вот на своем примере и коллег, которые сейчас со мной по цеху работают, мы все занимаемся около 20 лет, это, то есть, большую часть жизни. И, грубо говоря, останавливаться на полпути, когда до Олимпиады два года и до следующей шесть, и не использовать этот шанс, ну, это как минимум, наверное, неправильно. Можно другие слова применить, но мы, как люди, которые любим эту культуру, любим танцы, а некоторые живут исключительно танцами, то есть, это преподаватели, тренеры, спортсмены, сами по себе, родители, которые в это вкладываются. Пройти мимо Олимпиады, ну, я не знаю, каким человеком для этого надо быть. И это вообще тенденция по России. Очень много танцоров занимается, практически в каждом городе по несколько клубов, чемпионаты федеральных округов ежегодно проводятся у нас. Чемпионат России, международные соревнования, ежегодно в Сочи хорошие международные соревнования проводятся. В прошлом году, несмотря на всю ситуацию с пандемией, был впервые проведен официальный чемпионат Европы по брейкингу, и именно в России проходил в Сочи. То есть, это тоже о многом говорит. Это говорит о том, что наша федерация идет по этому вектору, да, и мы идем прямиком на Олимпиаду. Структура в спорте такая же, как мы привыкли видеть в других, ну, так скажем, классических спортивных дисциплинах? Тренер, спортивная база, какое-то финансирование государства или это полностью любительская история? Пока все тренер и точка. Ну, видите, у нас пока финансирование пока отстает от наших, так скажем, желаний и возможностей, как вида спорта. Ну, у нас есть приоритетные виды спорта, те виды спорта, которые уже давно дают медали, те виды спорта в крае, которые, ну, как бы, чемпионы. Слушайте, ну, то есть, получается, со временем может там в... Сдешор появится? Да, появится спортивная школа, там, краевая. Ну, мы над этим, это у нас основная цель, в общем-то, мы как президиум нашей федерации, мы уже говорили, основная цель, чтобы у нас, в конце концов, была комплексная школа Олимпийского резерва по танцевальному спорту, в конце концов, добиться финансирования этого мероприятия, и чтобы у нас все-таки появился свой дом, где можно было бы, так скажем... Центр танцевальных видов спорт в Краснодарском крае, он примерно так и начинался, то есть, да, не было, вот, академии борьбы Дмитрия Мендиашвили, не было. Был просто Дмитрий Мендиашвили и несколько его талантливых учеников, да, там, собранных, вообще-то, чуть ли не из рабочих коллективов, ребята там занимались сначала, а потом появились результаты, и, естественным образом, выросло. Ну, вы правильно все говорите, мы примерно к этому идем, то есть, мы пытаемся, да, на эту тему работать. А сейчас, кто сейчас готовит потенциальных Олимпийцев? Ну, есть клубы, да. Просто, молодой человек просто ходит в клуб возле дома или через весь город ездит, занимается. Клубы, которые в основном снимают залы на коммерческой основе, это не финансируется никем, то есть, снимают залы, платят аренду, работают. У меня вопрос, откуда там может появиться высокий класс спортсменов? Откуда появляются великие боксеры и борцы? Как у Мендиашвили, когда он занимался в подвале, есть талантливые тренеры, есть талантливые ученики, и мы надеемся, что, в конце концов, мы этого добьемся. Дорогой вид спорта? Брейкинг? Мне кажется, что бальные танцы всегда были таким престижным, респектабельным, красиво выглядящим, ну и, как следствие, дорогим. Там, тысячи долларов за каждый костюм, костюмов на программу нужно несколько, в общем. Ну, что касается, в основном, знаете, если честно, то костюмы, это, конечно, да, но самый дорогой трафик у нас же в Красноярском крае, вот и Алексей не даст. Что, поездки на турниры сейчас, логистика, в первую очередь, это логистика. Мы, нам сложно, потому что основные соревнования проходят в европейской части, то есть чемпионаты России, Кубки России, все проходят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Основные соревнования в Европе, мы очень далеко живем, очень дорого билета, то есть я бы сказал, что... Дать результат без участия в соревнованиях невозможно вырасти. Понимаете, это же спортивная система, если ты не выиграл чемпионат края, не выиграл СФО, не выиграл чемпионат России, как ты в сборную России попадешь? Тебе дорога на Олимпиаду закрыта. Тем более, как и, вот, например, сейчас мы смотрим Олимпиаду, танцы на льду, там есть определенная степень рейтинга, то есть если ты выигрываешь на определенных соревнованиях, у тебя уже сложен рейтинг, ты идешь в определенную группу, там немножко по-другому на тебя смотрят и так далее. То есть в танцевальном спорте тоже есть такое понятие рейтинга, то есть невозможно выскочить откуда-то и вдруг стать. То есть ты должен постепенно расти, люди тебя должны узнавать, судьи тебя должны знать. Продолжая вот этот разговор про подготовку к участию в серьезных соревнованиях, нужно, наверное, дать картину, как вообще устроена вся система. То есть, наверное, недостаточно просто прийти, ну, как сказать, в любую школу, да, и начать заниматься, предположим, брейкингом в любой клуб. По какому принципу эти клубы надо выбирать или как искать тренера? То есть я повторю, вопрос связан с этим, если человек или там родители ребенка или сам молодой человек заинтересованы в спортивном развитии, не просто в танцевальном навыке, а в спортивном развитии. Ну, прежде всего, нужно поинтересоваться, является ли клуб членом аккредитованной федерации, спортивной, а не просто так, коммерческим кружком. Во-вторых, посмотреть, сейчас же доступно все, есть интернет, посмотреть результаты данного клуба, какие результаты, на каких соревнованиях данные ученики. Все протоколируется, все официально. Все же можно найти сейчас, сейчас вопрос в том, что было бы желание, вопрос в том, что сейчас немножко, как сказать, вопрос, люди ставят вопрос времени, то есть недостаток времени. И ведут туда... В смысле, чтобы получить серьезный результат, нужно заниматься... Ну, я бы сказал, ну, например, в логистике, то есть, конечно, проще куда-то ближе к дому, но там не всегда бывают хорошие тренера. Но если куда-то возить, людям надо тратить время. Хорошо, когда возле дома хороший клуб и хорошие тренеры. Ну, тут вопрос все время в том, что время... Все просто, нужно задавать адрес на вопрос. То есть, вот, грубо говоря, в Красноярске, да, там, в Ачинске, в Каннске, куда пойти? То есть, мы же про весь край говорим. Федерация выполняет функции администрирования для всего края. Родители звонят постоянно, говорят, мы с такого-то города. И говорят, мы ходим к тренеру такому-то, называют фамилию. Я говорю, у нас нет такого тренера. И клуба такого нету, то есть, вы, значит... Соответственно, тренер, ну, как стать тренеру, если он чувствует в себе, там, амбицию, силу, талант? Как ему стать, ну, элементом этой системы? Элементом системы? Ему нужно аккредитоваться? Конечно. То есть, клуб должен подать заявку в федерацию на вступление. Мы на президиуме рассматриваем. Во-первых, всех, условно говоря, танцоров, ну, что касается брекинга. Я про брекинг, да, говорю? Опять же, говорю, люди по 20 лет этим занимаются. Мы все друг друга прекрасно знаем. Мы знаем, кто какого уровня и так далее. Мы рассматриваем все на президиуме. То есть, президиум, там, 7 человек у нас в президиуме. И от брекинга трое, от танцевального спорта трое, и решающий голос у президента, он седьмой. То есть, мы рассматриваем заявку. Да, включаем этот клуб, скажем, спортивную семью. То есть, он там по списке. И этот клуб, ну, получает возможность, ну, как бы, участвовать в спортивных соревнованиях. Сначала, конечно, с какого-то там невысокого уровня, но это все равно шанс. Муниципальный, край. Как раз работать тот самый рейтинг, о котором вы говорите. Все соревнования проходят с официальной счетной комиссией. То есть, есть протоколы. Ты смотришь результаты. Мы случайных людей туда не принимаем, понимаете. Вопрос в том, что есть люди, которые, так скажем, мало квалифицированы, но вдруг так, как вот он решил заняться бизнесом танцевальным, открыть школу и так далее. То есть, вопрос в том же квалификации. То есть, общественная организация, которую мы представляем, она как раз и должна следить, чтобы было, данные в федерации были профессионалы. Я, конечно, вот и в силу там своей деятельности слышу, вот Красноярский клуб, ребята там. Это другое направление, про хип-хоп хочу сказать, да, но есть родственные. Да, ну танцев много, другая федерация, но тем не менее. Вот там красноярские и малыши, и постаршие ребята стали чемпионами Европы. Ну, у меня, ну, как сказать, ассоциация, что это какой-то ненастоящий чемпионат Европы, а это просто какие-то любительские соревнования. А мы-то с вами как раз говорим о том, что нет, этот стереотип надо забыть. Да, и на самом деле это настоящая дисциплина. И если в Красноярск приезжает там чемпион Европы по брейкингу, это настоящий чемпион Европы. То есть это как кикбоксинг, как фигурное катание, как, не знаю, плавание, биатлон. Ну, как вы считаете, что соревнования, на котором участвуют больше 20 европейских стран, и это настоящее соревнование. Просто немножко другая федерация, если мы относимся к Всемирной Федерации Танцевального Спорта, то хип-хоп у нас идет, получается, фитнес-аэробик. То есть наша федерация, это именно федерация танцевального спорта, роботического рок-н-ролла Российской Федерации, а насколько мне известно, что, что касается спортивного хип-хопа, это часть федерации спортивной аэробики. Другой вопрос, знаете, другой характер, просто про физическую подготовку, про уровень. Ведь сейчас, ну, разные виды спорта, разные клубы, секции, направления соревнуются за талантливых спортсменов. Потому что видов спорта сейчас очень много, да, и талантливые воспитанники могут переходить из одного вида в другой. Там из гимнастики в акробатику, из акробатики в хип-хоп. В хип-хоп. Ну, я бы еще дополнил бы ваш вопрос тем, что из индивидуального спорта бывает переходит в коллективный, да. То есть нужно понимать, что брекинг это более индивидуальный, у нас один на один, либо команды три на три, редко когда бывает там пять на пять, да, на международных. То, что касается, например, того же спортивного хип-хопа, там начинается, есть соло, ну, там прям маленькая часть, есть команды два, шесть, там мега крюпа, 30 человек. В брекинге, конечно, такого нету, потому что подготовить первоклассных 30 брейкеров для одной команды, ну, это все равно, что вручную 30 ламборгини собрать. Потому что индивидуальный все-таки спорт со своими трюками, со своим уровнем, он другой. Вы сталкиваетесь, может быть, уже с опытом, когда из других видов спорта ребята приходят заниматься брейкингом? Ну, это история, наверное, 20-летней давности. Не, ну, вопрос в том, что приходят, и к нам приходят девочки из художественной гимнастики в танцевальный спорт очень много, приходят из других видов спорта. Вопрос в том, что каждый ребенок, видите, у нас же еще есть некий стереотип, что вот для мальчика танцы это не очень, там, знаете, там какой-нибудь силовой вид. Я слышал истории про физический, по уровню физической подготовки в танцевальном спорте, а мне кажется, к молодому человеку, к ребенку вопросов в школе быть не может, что он занимается каким-то не мальчишеским видом спорта. Ну, есть некие стереотипы, поэтому вопрос в том, что приходят позже, приходят раньше, но стереотипы до сих пор существуют. Ну, тема в том, что, как вам понять, что каждый человек, он своеобразный, то есть, когда вот думают, что вот отдам своего ребенка в бойцовские виды, вот он станет более мужским, там, мужественным и так далее. Я все время говорю, что тот же вопрос в том, что человеку должно быть что-то, ну, как в Библии сказано, не хлебом единым сыт человек, но что-то для души. Понимаете, танцы это тоже ближе к искусству, как пение, вот Павла когда-то сказала… Мы тут все интервью говорим про то, что это спорт, что спорт, но все-таки мы возвращаемся к тому, что это среди творчества. Да, это тут, понимаете, тут такая сплав, именно творчество, именно искусство и спорта, то есть физическая подготовка, соревновательный процесс, ну, это однозначно, да. Ну, это еще то, что внутри человека, вот как Анна Павловская, великая наша балерина сказала, что русский создан для танца, как итальянец для песни. Очень много, что человеку нужно выразить свои эмоции, свое желание, свои… То, что он внутри, через движение, через музыку, через взаимодействие с партнером. И тут очень важно, чтобы это было, знаете, бойцовские породы есть собак, им лишь бы подраться, да, тут одна тема, а есть породы, которые им нужно, чтобы вот что-то такое… Знаете, что мне нравится в современном мире, наверное, в целом, что у человека с течением времени, вот, с развитием общества появляется все больше и больше возможностей для какой-то личной реализации. Да, и даже спорт становится очень разнообразным, и мы не можем уже там один или другой спорт называть там главным, или это вот правильно, этот неправильный. Теперь Олимпийские игры, вот в 24-м году мы увидим там брейкинг, и это, ну, там, 10-20 лет назад мы увлекались многие этим танцем, мы на него смотрели, но мы представить не могли, что это будет дисциплина Олимпиады. Что с набережной Енисея, да, где вы наблюдали вот таких, как я, мы ходили с двумя листами ДВП, да, деньги в шапку собирали для того, чтобы где-то зал арендовать там, или купить новую аппаратуру, или на поездку опять на ту же самую, проблемы логистики не поменялись, да, с тех пор, и до Олимпийского подиума. И действительно, это вот в рамках о том, что мы, да, разговаривали, каждый тоже для себя выбирает, не хочу никого ни в коем случае обидеть, да, но, как Валентин Александрович тоже сказал, у нас есть какие-то профильные виды спорта в каждом регионе, да, но на сегодняшний день, как бы для тебя делать выбор, для многих родителей, чем заняться? Заняться видом спорта, который действительно есть перспектива, да, в твоем регионе, либо просто, как говорится, ходить в какую-то группу здоровья, опять же, отвечая на вопрос. Выбор есть у каждого, выбор есть у каждого, да. Мне очень нравится то, что вы сказали, что, да, теперь есть еще виды спорта, в которых, ну, творчество является неотъемлемым. Не только выше, быстрее, сильнее, но еще и красивее, музыкальнее. Мы, в общем-то, и работаем, чтобы вот наш вид спорта, танцевальный спорт, стал одним из приоритетных, таким, как вольная борьба, там, лыжи. Нет, желаем вам удачи на этом пути. Мы просто ждем, 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 ждем олимпийцев на Олимпиаде 24-го года в Париже, ну, и вообще успешного развития вашему виду спорта. А мы сегодня говорили про спортивные танцы, про брейкинг, это очень интересно. Теперь вы можете отдавать ребенка не просто в танцевальный кружок, а можете отдавать в спортивную секцию, где ребенка научат танцевать, и он может стать олимпийским чемпионом. Я Максим Гуревич, желаю вам удачи. Пока.